Библейский портал экзегет.ру представляет Первая глава второй книги царей, или царств, как она называется, в более традиционных переводах, я читаю в своем переводе для библейского портала экзегет. Ну, про эту книгу ничего особенного говорить не надо, вообще говоря, деление на первую и вторую, а также на третью и четвертую, вот этих самых книг царей или царств, в еврейской традиции первые две называются книгами Самуила, а вторые книгами царей. Но книги Самуила не очень удачное название, потому что Самуил умирает ближе к концу первой книги, которая носит его имя, поэтому вторая книга Самуила, наша вторая царей, вообще никак с ним не связана, да, то есть он давно уже мертв, и события, которые происходят, его не касаются никак, его даже особо и не вспоминает никто. Ну, почему такое деление? Просто это единая история израильских царей, да, вот все эти четыре книги, царей сначала объединенного царства, потом разделенного северного и южного, и поскольку в древности писали на свитках, свитки могли быть только определенной длины, слишком длинный свиток практически невозможно сделать, и очень неудобно читать, если его сделать все-таки, поэтому их разделили на четыре, примерно равных книги, хотя первая больше второй, третья больше четвертой, к концу, как всегда, все немножечко так сокращается, приходит некоторый упадок, но вторая книга царей, у нее, собственно, один главный сюжет, это царствование Давида, и в конце первой книги погибает царь Саул, Давид к этому времени уже помазан Самуилом на царство, но он ничего не делает для того, чтобы скинуть Саула, своего предшественника, с престола, но когда Саул погибает, Давид становится его естественным преемником. Правда, как мы прочитаем, не все это оценили, не все это сразу приняли, но для начала, как Давид сам оценил произошедшее. Вот давайте представим себе Давид, ну, грубо говоря, главный оппозиционер, а еще лучше сказать вождь мятежной партизанской армии, довольно небольшой, но все-таки, и погибает его оппонент, погибает законный правитель, что он должен сказать по этому поводу, ура, наши победили, наконец, Бог его наказал за меня. Посмотрим, что Давид на это скажет. Когда погиб Саул, Давид как раз свернулся с победоносной войны с Амалеком, и два дня оставался Давид в циклаге. Ну, я напомню, это описывалось в первой книге. Да, видите, нет никакого нового начала, это просто продолжение повествования. Циклага – это городок такой, который ему дали в Ферестимлене, чтобы он там жил. И, делая вид, что он нападает на свой собственный народ, на израильтян, он ходит походами на врагов израильтян, в частности, на народ Амалека, на злейших врагов. Ну, то есть, там идет большая война, а здесь идет маленькая война Давида. Поскольку нету еще никаких телеграфов и телефонов, то известие доходит со скоростью пешеходов. На третий день пришел человек из того войска, что было с Саулом. Разорвана его одежда, посыпана прахом его голова, приблизившись к Давиду, он поклонился ему до земли. И Давид спросил его, откуда ты пришел? Тот ответил, я из израильского войска, мне удалось спастись. Давид спросил его, что же случилось, поведай мне. И тот рассказал, народ бежал с поля боя, и многие поле убитыми. Также погибли Саул и сын его Йонатан. Ну, вот, собственно говоря, та новость, от которой Давид должен был начать плясать, радоваться и объявлять себя царем. И Давид спросил у того вестника, откуда же ты знаешь, что погибли Саул и сын его Йонатан? Ну да, он не спешит принять главную весть, да, потому что мало ли, когда война, особенно если дела идут неудачно, очень много самых разных слухов, да. Вестник тот отвечал, случилось мне быть на горе Гильбо, и там едва стоял, опираясь на копье Саул, а на него нестись колесницы и конное войско. Оглянулся он, увидел меня и подозвал, я отозвался, вот я. Он спросил у меня, кто я, и я ответил, что амалекитянин. То есть тот самый враждебный, да, вот в древности эта вражда родовая, она не затушевывалась. Сегодня нам как-то неприлично сказать, знаете, вот я ненавижу, и любой народ назовите, да. Ну как-то не хочется так говорить, они мои враги навсегда. Мы понимаем, что народ не может быть врагом, может быть какой-то человек негодяем, да, и он может отвечать за свои поступки, но не весь народ. В древности это все было несколько проще. Итак, амалекитянин, то есть из врагов израильтян. Тогда он велел мне, поднимись надо мной и убей меня, и знемогаю я, но жива еще душа моя. Тогда я поднялся над ним и убил его, и точно знаю, что пал он замертво. Взял я венец, что был у него на голове, и браслет, что был на руке, и принес тебе сюда, мой господин. Ну понятно, чего он хочет. Он взял знаки царского достоинства, он быстро понял, что следующим царем будет Давид. Конечно же, Давид наградит человека, который принесет ему знаки царского достоинства, и который к тому же убил его предшественника, да. Грязную работу сделал. Между прочим, Саул, в общем, примерно так поступил со священниками, которые помогли Давиду. Он отправил не израильтянина и дометянина убить их, да, потому что израильтянину не могли поднять руку. А чужак может. Ну и, кроме того, этот человек врет. Почему он врет? А мы читали в конце первой книги, что Саул попросил убить своего оруженосца, убить себя, да. Он действительно был ранен, у него не было надежды остаться в живых, его могли взять в плен филистимы, не надругаться над ним. Он не хотел умирать с такой страшной и позорной смертью. Попросил своего оруженосца, ну, то есть молодого воина, который рядом с ним, его прикончить. Когда тут отказался, он сам бросился на меч, то есть укрепил меч, как-то в камнях в землю воткнул тупым концом, а на острый навалился и пропорол себе живот или грудь. То есть он совершил самоубийство. А, очевидно, этот хитрый человек, он подошел, потом увидел мертвого Саула, забрал, первым подбежал, да, первым случилось там, забрал знаки его царского достоинства, ну и подумал, о, как хорошо, отнесу Давиду, заодно расскажу, что это я помог ему взойти на трон. Но события идут совсем по-другому. Давид схватил и разодрал свои одежды. А равно и все, кто был с ним, плакали, они рыдали и постились до вечера от скорби о Сауле и сыне его Иоаннафане, Иоаннатане, и обо всем народе Господнем, об израильтянах, павших от меча. То есть поражение израильтян — это совершенно нерадостная весть. Гибель царя, хотя для Давида это означает возможность самому стать царем, это нерадостная весть. Вот, собственно, знаете, вот очень хороший критерий. Что за человек? Вот часто бывают споры, часто бывают политические разногласия, гражданские войны иногда даже вспыхивают. И вот где та грань, за которой спор становится предательством? Мне кажется, оно очень хорошо показано. Когда погибает царь или когда твой народ терпит поражение, ты радуешься или скорбишь? Радуешься, потому что это поможет лично тебе прийти к власти, устроить свою программу, запустить. Или ты скорбишь, потому что это поражение твоего народа? Вот Давид скорбит. У того, кто принес ему эту вещь, Давид спросил, какого ты племени? Тот ответил, ну да, он хочет понять, потому что, ну неужели израильтянин убил израильского царя? Тот ответил, я сын Амаликитянина, жившего среди вас. То есть вот один из чужаков, хотя он тоже с израильтянами вместе, может быть, внешне уже не отличается от них. Давид сказал ему, да как же ты посмел поднять руку, чтобы погубить помазанника Господнего? И Давид приказал одному из своих отроков, давай рази его. Тот нанес удар и убил Амаликитянина. А Давид притом сказал ему, ты сам повинен в своей гибели, ведь ты собственными устами засвидетельствовал, что убил помазанника Господнего. Ну, понятно, это казнь человека, который сознался в убийстве царя. Мы можем это сравнить, скажем, с убийством царской семьи, которая была в России, где никто не был наказан, и потом хвастались, как этот Амаликитянин. Амаликитянин участники приписывали себе более значимую роль. Ну, вот, все пошло по-другому. Вот какую прощальную песню сложил Давид Асаули и сын его ее Натании. Научил сынов Иуда этой песни о лучниках. Она записана в книге Праведного. Ну, что за книга Праведного мы не знаем, какой-то источник до нас недошедший. Но, что интересно, Давид, при том, что он наказал Амаликитянина, он проявил свою справедливость, но он мог бы ограничиться ритуальной скорбью о Сауле, да? Разодрать одежду, поплакать, попаститься, как тогда было принято. Но Давид еще и поэт. И эта гибель становится источником поэтического вдохновения. То есть, значит, она его действительно ранила. Более того, погиб его друг Йонатан, сын Саула, который мог бы стать преемником Саула, но понял, что Давид более достойный, Давид избран Богом, и поэтому без борьбы уступил ему это право. И для Давида это истинная скорбь. И вот, когда смерть случилась уже, он не упрекает Саула, он не говорит, Саул, ты сам виноват, ты же там меня преследовал, ты там многие другие вещи делал неправильно. Поэтому, ну что ж, вот Господь тебя наказал. Нет, он скорбит о смерти человека и, более того, о смерти своего близкого друга Йонатана. Повержена на высотах твоих, Израиль, краса твоя, о, как могучие пали! Не сообщайте об этом в Гате, не говорите на улицах Ашкелона, два филистимских города, чтобы не радоваться филистимленкам, дочерям необрезанных, не ликовать. Горы Гильбоа, те горы, на которых произошло это сражение и погибли воины, ни рассеи, ни дождю на вас не быть, урожая вашим полям не знать. Щит могучих, щит Саула повержен там, словно помазание елеем он был лишен. Помазание елеем такой двойной образ, потому что, с одной стороны, щит деревянный ли он или металлический, его можно помазать или кожаный, помазать елеем. Ну, это своего рода защита железа от ржавчины, защищает дерево или кожу, защищает от гниения, от сырости, от чего-то еще. И понятно, что помазанный елеем щит, маслом оливковым, это такой вот щит, содержащийся в порядке. А с другой стороны, Саул помазанник Божий, то есть его Самуил некогда помазал елеем с молитвой, сделав его царем. То есть это помазание не просто уход за щитом, забота о своем вооружении, но это избрание свыше. «Покуда кровь из ран не потечет, покуда сильные не падут, лук Йонатана разить не уставал, меч Саула без добычи не возвращался. В любви и согласии жили Саул и Йонатан, и разлучились они и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были». Ну и вот такая краткая эпитафия, чем они примечательны. Они воины, действительно, Саул и Йонатан — это два воина, которые сражались с филистимлянами. И Давид не напоминает ни о каких проблемах, которые были у него с Саулом, ни о каких проступках Саула. Вот каждого человека есть чем помянуть добром. И он это делает. Более того, при том, что Йонатан гораздо ближе был к Давиду, на самом деле, чем к своему отцу Саула, он все-таки напоминает, что они жили в любви и согласии, то есть, что все было на самом деле хорошо. «Дочерь израильский, плачьте о Сауле, что в нарядный пурпур вас облекал, золотые уборы вам дарил. О, как могучие пали на войне! На тех высотах Йонатан сражен. Скорблю о тебе, мой брат Йонатан, как ты был дорог для меня. Выше женской любви я ценил твою любовь. О, как могучие пали, и оружие бранного не стало». Ну и он делит все на равные части, вот скорбь о Сауле, скорбь о Йонатане, хотя у него совершенно разные отношения были с этими людьми. И Давид, который действительно любил женщин, мы не раз в этом убедимся, и дальше будет об этом, напоминает, что дружба с Йонатаном была для него чем-то более значимым, чем все те женщины, которые у него были. Ну и вот действительно, израильский царь, да, то есть человек, который думает не о своей власти, не о своих выгодах, не о том, кто его обидел, а кто ему наоборот был помощником, человек, который стоит во главе своего народа, человек, который может оплакать предшественника, прежде чем, собственно говоря, провозгласить себя царем, что мы, конечно, увидим во второй главе. Продолжение следует...